Добрый день! Сегодня я хочу поговорить довольно коротко, наверное, о развитии нашей темы философский словарь, но привязанной сугубо к Гегелю, к гегелевской философии. И поговорить о трех мифах, которые бытуют даже среди профессиональных философов. Что удивительно, не просто вот в народе, а встречают профессиональные философы, но в основном, даже, скорее всего, это диаматчики, старые советские, наши представители диамата, которые должны были знать Гегеля, вот с молоком матери впитать, но они практикуют эти мифы, о которых я буду сейчас говорить. Значит, первый миф, что существуют какие-то законы директической логики Гегеля. Нет никаких законов Гегеля. Если вы начнете копать его тексты, слово «закон» вы там встретите только в смысле «закон тяготения», «закон притяжения», какие-то физические законы, но как таковых законов диалектики Гегеля нет. Законы есть только у Энгельса. То есть законы диалектики это придумал Энгельс. Более даже скажу, это как бы факт, что нет его, там оно не написано. Что не может быть никаких законов диалектики. Как таковых у Гегеля вообще диалектики законов не может быть, о чем я позже буду говорить. Вот и то, что... А слово диалектики просто спекулятивные? Нет, видите, сейчас, это потом. Поэтому я сказал, что и диалектики не может быть, потому что если бы они были, то бы они были законно-спекулятивной логики. Даже и таких нет. И вообще, на мой взгляд, философии как таковой, законов быть не может в принципе. Потому что каждый философский тезис, ну скажем, тот же гегельский переход в качество и количество, это закон. И любую пару, мы берем любую главку Гегеля, ее можем читать как закон. Поэтому Гегель не мог их назвать все законами. А Энгельс почему-то, наверное, для того, чтобы понять не было пролетариату, или то, что он сам понял, он взял только три каких-то положения и назвал их законами. При этом он еще закон единства и борьбы, у него не было, единства и взаимоправновения противоположностей, он вообще даже его и не определил никак, этот закон. Смотря что он называет законом. Может быть, он закон понимал, слово закон в физиологическом уровне. Ну что такое закон? Закон, это нечто, что, можно сказать так, с чем все согласны, что это повторяется. Повторяется, да. И везде наблюдается. И везде наблюдается. Поэтому, если я философ, если я пишу какой-то философский труд, философскую систему развиваю, то каждое мое положение я полагаю как закон. Поэтому мне называть его законом не имеет смысла. Я говорю через каждую. У меня есть закон такой-то, что субъект всегда то-то, то-то. Потом есть закон такой-то, пространство бесконечное, есть закон такой-то, время бесконечное. То есть бессмысленно в философии, в каждое положение, оно есть закон. Данные философии. Когда мы говорим о науке, мы говорим о законе чего-то вне этой науки. А когда в философии, каждое положение является законом. Поэтому ни у Канта, ни у Гиггеля, ни у кого нет законов. Единственный, кто умудрился назвать слово «закон», произнести слово «закон» в философии, это был Энгельс. Значит, первый миф. Нет никаких законов у Гигеля. Второй миф. Что у Гигеля есть какие-то особые диалектические противоречия. Нет. То есть если вы начнете читать Гигеля сначала, то есть с самых первых работ, он использует слово «противоречие» в логическом смысле, в аристотелевском смысле. И именно как, вот сейчас даже зачитаю цитату, «разрешением этого противоречия служит непризнание одинаковой правильности и одинаковой неправильности обоих утверждений». То есть он пишет обычных утверждениях, обычных противоречиях. И у него противоречия между... Он не всегда их формирует в виде аристотельского противоречия, как суждение его отрицания. Но никакого особого диалектического противоречия, отличающегося от противоречия логического, он не вводит. А диалектическое противоречие, как таковое, появилось опять тоже только в диамате. И если вы возьмете любой учебник диамата, вы не найдете ни в одном учебнике определения диалектического противоречия. Просто. Нет, как факт. То есть специального диалектического противоречия? Просто есть противоречия? Нет, нет, нет. В диамате есть понятие диалектическое противоречие. Они утверждают, что оно... Отличающиеся от логического. От логического, да. Они утверждают, что оно отличается. Что это диалектическое противоречие есть в природе. Поэтому оно и отличается от обычного логического. Но определения этого диалектического противоречия ни в одном учебнике диамата нет. Некоторые диаматчики не согласны с этим. Ильенков рассматривал противоречия именно как логические. И он подчеркнул в нескольких статьях, что имеется в виду обычное логическое противоречие. Мы его должны сформулировать как некое утверждение его отрицания и дальше работать с ним. И именно работа с противоречием определяет, это логическое или не логическое. В смысле диалектическое или не диалектическое. Но в общем случае в диамате используется понятие диалектическое противоречие. Но что оно значит, никто не может сказать. Сколько раз я пытался с профессиональными диаматчиками обсуждать этот вопрос, и никто не смог ответить. Ссылались на какие-то книги. Какой-то книги нашли, но там была несусветная чушь какая-то написана про это, и ничего не пояснилось. А вообще, если вводится диалектическое противоречие, у нас есть диалектическое противоречие, которое служит развитием, описывает развитие природы, которую мы должны встречать в мире, выделять. Ну что это? Ну что вы? Покажите мне. Где она? Нигде нет. Я могу пояснить немножко, насколько я понимаю или не понимаю. Имеется в виду на самом деле реальное противоречие. Увала это не противоречие в смысле реальности. Не противоречие в смысле того, что мы говорим одно высказанное, а противоречие другому. То есть одновременно это стол и не стол. Да, который реально. А оно есть в реальности? Вот я и говорю, что возможно они хотят, как под словом диалектическое противоречие, а фиксируйте к реальным. Да, да, они хотят. Я не знаю. Да, нет, давайте так. Это в тему не входит, анализ Диамата, а в тему входит то, что у Гегеля словосочетания диалектического противоречия нет. И он ничего не говорит о наличии какого-то особого противоречия, а все цитаты, которые можно выделить, например, еще вот такая. Античный скептицизм не пожалел труда и обнаружил это противоречие или антиномию во всех понятиях, которые он нашел в науках. То есть Гегель пишет и кантовские противоречия, антиномии, и свои противоречия он составляет в один ряд и не говорит о каких-то особых диалектических. Закрыли. Следующий нонсенс, следующий миф, что у Гегеля есть какая-то диалектическая логика. Нет у Гегеля. Игуративная логика. Нет никакой, у него термина диалектической логики нет и быть не может. Вы имеете в виду и считаете, что это просто иное название для спекулятивного? Нет, это не иное название. Именно как раз. То есть если мы берем Гегель и читаем конкретно, логическое по своей форме имеет три стороны. Абстрактную или рассудочную А. Б. Диалектическую или отрицательно разумную. С. Спекулятивную или положительно разумную. То есть все рассуждения, которые якобы мы называем диалектическими, Гегель называется спекулятивными. То есть все, что он рассуждает, все рассуждения, все переходы, они спекулятивные. А диалектика выделяет только как отрицательно разумную. То есть как выделение противоречия. Антиномия. Да, антиномия. То есть если я констатировал... Негативно. Если я констатировал некоторое противоречие, выделил некоторое противоречие, это есть диалектический ход. Отрицательно диалектический. Если я начинаю рассуждать на основе этого противоречия дальше, это уже спекуляция. Спекулятивная логика. То есть логика... Сам термин логика... Кант тоже не использует спекулятивная логика. Но он говорит спекулятивное мышление, спекулятивное рассуждение, спекулятивный переход. И логика тоже может быть спекулятивной. Но диалектического мышления быть не может, потому что диалектический это только акт выделения противоречия. Отрицательный. Я просто вам объясню, почему, на самом деле, термин «куренился» не спекулятивный, а диалектический. Потому что слово «спекуляция» имеет в виду... Ну, да, это понятно. Какую это характеристика, что спекулирует, обычно спекулярует? Ну, дело в том, что я не уверен, что это касается немецкого языка и Энгельса. В России, да. Ну, именно, что тогда, почему именно у нас диаматр все-таки... Нет, это Энгельс ввел, он заменил спекулятивно-диалектический. Тогда я не знаю, но я вот как бы слышал... У Баркса и у Энгельса уже диалектическая логика. Имеет в виду спекулятивную логику Каффа. То есть это Гегель. То есть спекулятивно. Ну, просто слово «спекулятивно» некрасиво звучит, и пишет в Диггель. Ну, все понятно, да. Но дело в том, что даже диалектической логике и быть не может, как таковой. А если есть, то она спекулятивна. Вот у нас три таких мифа... И пишет в Диггельс, я сформулирую, непонятно как. Ну, то есть мы можем взять некий шаблон рассуждения Маркса, взять некую структуру и выделить, назвать это спекулятивными рассуждениями. То есть можно проследить, скажем, по той же логике и какую-то схему найти, и назвать это спекулятивной логикой. На самом деле очень красивое было у нас утверждение. Диалектической лектики и быть не может. А если она и есть, то спекулятивная. Это у какого-то до Сократика был такой тоже заход. А по поводу, кстати, законов еще там. Они, на самом деле, как бы, Диамат, в принципе, отличается в Гегелевской философии тем, что они поставили Гегеля с голову на ногу. Это их заслуга. И в частности... Но это не заслуга. Это как раз... Но они ставят себя в заслугу. И они считают, что все, что Гегель рассуждал абстрактно, на самом деле применимо к реальности. Да, и поэтому они должны бы об этом говорить. И противоречивники реальные, и законы диалектики, если в то иной, как законы мира на самом деле. Да. То как наиболее обобщенные и прочее. И поэтому в каком-то смысле, в их логике, это все оправдано, как ни странно. Но самое интересное... Хотя Гегелю апеллировать здесь нельзя. Нет, самое интересное, что когда мы говорим, давайте по законам диалектики, рассуждаем диаматовски. Вот есть закон единства, не борьбы, у Энгельса было единство и взаимопроникновение противоположностей. Борьба появилась попозже уже. Его же фронировки даже нет. У Энгельса просто... Глорак был попущен, но он не успел в черновиках. А порвуковали черновики. Есть один закон, есть название его, потом закон перехода и проникновения качества в количество, перехода качества в количество и отрицания отрицания. Количество в качестве и обратно. И 1, 2 они пронумерованы, а дальше глава 1, 2 и 3 нет, даже номера нет. То есть нет по голове. То есть он пропустил... Оно действительно там у него количество в качестве переходит и обратно. Но я сейчас не могу... Потому что это важно. У Гигеля это только, по-моему, в одну сторону, да? Да. То есть формулировки закона про единство и борьбу противоположностей нет ни в диамате. То есть что такое закон? Я должен сформулировать. Я должен взять что-то и получить другое. А здесь только название. Потому что если взять это название, это просто банальность. То, что правая рука, левая противоположная, и они едины. Вот и все. Больше никакого смысла в этом нет. Он констатирует то, что, скажем, верх и низ не существуют друг без друга. Это же не закон. Утверждение, что этот закон является законным развития. Я говорю, давайте, где мы знаем развитие? Что мы знаем развитие? Биология. История. История, биология. Приведите мне пример в биологии. Вот мы берем антогенез. Где там противоположности? Где там? Там нет ничего. Скажите биологу, что законом развития биологического организма является единственный брайя противоположности. Он так посмотрит на вас и скажет, где там? Я не знаю ничего. Организм борется за существование. А где противоположности? Нет. То есть, если да, я говорю антогенез. Вот у нас есть антогенез. Вот развитие зародыша. Где там в этом развитии зародыша у нас действует закон единственной борьбы противоположностей? Я не знаю. Закон развития, он есть, то есть по диамату. Поэтому действительно очень странно с этими законами. Про них никто ничего не может толком рассказать, но во всех учебниках написано. Но они работают. Но они работают, да. Они работают. Их нет, но они работают. А слово диалектика как вообще переводится для непросвещенных? Это тоже, кстати, интересный миф. Многие вам скажут, диалектика – это диалог. И диалектика произошла от диалогов. И ярчайшим примером диалектики является диалоги Платона. Вот вам скажут. Но если вы возьмете диалоги Платона и так пролистаете их, и найдете там раз 15 слов встречается диалектика. И ни разу это слово не употребляется в смысле диалога. А некой формы высшего познания. То есть для Платона диалектика это форма высшего познания. Он говорит, кого мы назовем диалектиком? Того, кто узрит сущность вещей. Ну это не дословно, вот так вот это на своих словах. Вот что понимал. Тоже так же понимал и Платин. Тоже диалектик как некая форма высшего анализа. Но никак. Ну Платин вообще не может быть никаких там диалогов. У Аристотеля там двояко. В некотором случае он понимает с риторикой связывать диалектику в какой-то степени, но не совсем. Это нужно просто цитаты брать и смотреть. Но есть действительно такое представление, что диалектика возникла именно от диалога. Ну вот смотрите, если по-другому немножко зайти к этому вопросу. Вот есть гиги, у него действительно есть наука логики, где присутствует последовательное развитие понятия от одного к другому. И можно было бы сказать, что у него нет законов, допустим, перехода количества в качество и не бытия, а бытия в становление. У него ничего этого нет, потому что это происходит один раз. Потому что понятие количества один раз порождает понятие качества. То есть в его системе это один раз. Но вот развитие понятия оно не может каждый раз выполняться. Это единый поток развития понятия. Да, но понятно же, что если товарищи опрокидывают эти понятия в мир, и у них, так сказать, не понятие должно быть первым, а материя. И в материи вот это происходит много раз. То, что они назвали это законом, это как законно. Я говорю, что нет законов у Гегеля. То есть обычно можно услышать, что законы... Я могу сказать, что они как бы в таком редуцированном виде присутствуют, как закон того, что произошло один раз. Вы сказали, что это глупо называть это законом. Внутри философии, я имею в виду, что Гегель не мог бы назвать себя это законом. И Кант не мог любое свое положение назвать законом. А Диамат, да, у них, конечно, было основание нужно назвать это законом, да? И мне кажется, еще не точное, ну, как сказать, не точное, ошибочное понимание возникает, когда люди думают, что вот все эти переходы, которые у Гегеля проходили, да, от одного понятия к другому, от второго к третьему и так далее, что они все осуществлялись одинаковым образом. исходя из какого-то действительно диалектического закона, закона противоречия и так далее. Вот эта тезис антидетезис. Ну, там схема, конечно, похожая, но содержательная, содержательная, то есть, они не могли бы произойти, если бы не было содержательной. Содержание, которое в всякий раз В отличие от формальной логики, спекулятивная логика Гегеля, она содержательная. Да. Она содержательная. То есть, и смысл ее заключается в этой содержательной логике, ну, на мой взгляд, не самих этих переходов, а что вот содержательные эти переходы мы можем применить к чему-то другому целиком. Но это не является как бы каждым из них законом, а вот целиком мы можем применить мышление. Вот этот ход, то есть, вот переход от качественных и количественных анализов, потом к форме содержания, вот эти все переходы мы можем проследить и, скажем, в другой области, а не только в философской. Я даже пытался это когда-то делать, вот там в юности когда увлекался диалектикой. Но это именно нужно брать содержательно. Именно содержательно брать. Хотя сам маленький переход, он тоже можно считать как ячейкой логики этой. Но он как сам по себе вне развития ничего не значит. Можно сказать, что содержательность этих переходов, она не позволяет понимать их как закон. Как законы, да. Потому что законы всегда есть некое формальное. Формальное повторение. Когда мы берем законы формальной логики, когда мы берем закон дождества, да, или исключенного третьего, мы применяем каждый раз в любом рассуждении. Продолжение следует...